Всем привет! Сегодня мы поговорим о продуктах, которые способствуют предотвращению и растворению тромбов в сосудах. А также в видео можете узнать советы по питанию на завтрак, обед и ужин. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца и не забыть подписаться на канал. Тромбы – это кровяные сгустки, которые образуются внутри сосудов и угрожают жизни человека. Оторвавшись от места крепления, тромб может попасть в коронарную артерию и перекрыть ее просвет. Если своевременно не будет оказана медицинская помощь, летальный исход неизбежен. Также крайне опасно для жизни человека попадание тромба в легочную артерию. В таких ситуациях довольно часто происходит закупорка сосуда и с достаточно большой вероятностью смерть человека. Часто тромбы остаются незамечены, так как не выдают явных симптомов, заставляющих срочно обратиться за медицинской помощью. Многие люди даже не задумываются, откуда берутся тромбы и как их избежать. Тромбы образуются по многим причинам, среди которых малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, повышенное кровяное давление, варикозное расширение вен, неправильное питание, злоупотребление курением и другие. Важно знать, как нужно правильно питаться, чтобы избежать образования тромбов и избавиться от возможных имеющихся сгустков. Также нужно помнить, что тромбы образуются из густой, вязкой крови и повышенного липидного слоя, поэтому ежедневный рацион здорового человека должен быть нежирным. Основной уклон в меню должен быть на белки, но без углеводов наша жизнь также невозможна. Они отвечают за важнейшие обменные процессы в организме. Впрочем, и жир не может быть исключен полностью, достаточно минимизировать его количество в рационе. Первый продукт – куркума. Куркума – это специя, придающая блюдам насыщенный желтый цвет, и она используется с древних времен в народной медицине. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, один из основных активных ингредиентов – специя куркумин, действует как антикоагулянт, угнетая активность свертывающей системы крови и препятствуя образованию тромбов. Помимо влияния на свертывание, куркумин также обладает противовоспалительным эффектом, его применяют в профилактике болезней сердца и атеросклероза. Ежедневное добавление куркумы в рацион помогает поддерживать текучесть крови и здоровье сосудов. Также можно добавить куркуму во вторые блюда и супы или смешать ее с горячей водой, чтобы приготовить успокаивающий чай. Второй по списку – корица. Корица и ее близкая кузина кассия часто используются в кулинарии и содержат кумарин – химическое вещество, которое в некоторых лекарствах действует как мощный антикоагулянт. Корица и кассия могут также снизить кровяное давление и снять воспаление, вызванное артритом или другими воспалительными болезнями. Однако исследования, проведенные среди людей, не дают доказательств того, что корица пригодна для лечения любых заболеваний. Будьте осторожны при использовании корицы в качестве продукта для разжижения крови. Оценка риска в 2012 году показала, что постоянное употребление корицы в продуктах, включая хлеб и чай на основе корицы, может привести к повреждениям. 3. Чеснок. Помимо часто специфического вкуса и аромата, который активно используется в кулинарии, чеснок обладает природными антибиотическими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. В некоторых исследованиях сообщается, что порошок из чеснока проявляет противотромботическую активность. Он может разжижать кровь, хотя его эффекты невелики и кратковременны. 4. Имбирь. Имбирь принадлежит к тому же семейству, что и куркума, и содержит салицилаты – природные соединения, найденные во многих растениях. Они являются солями салициловой кислоты, которая широко применяется в медицине и косметологии. Ацетилсалициловая кислота, синтетически полученная из салицилата и называемая аспирином, может помочь предотвратить инсульт и инфаркт, так как низкая ее дозировка разжижает кровь и не дает образовываться тромбом в мелких сосудах. Продукты с салицилатами, такие как авокадо, малина, смородина, перец чили и вишня, также могут препятствовать свертыванию крови. Один из лучших способов добавить имбирь в свой рацион – начать утро с вкусного имбирного чая. Согласно исследованиям, он может устранить многие проблемы со здоровьем. И когда дело доходит до разжижения крови, имбирь уменьшает воспаление и дополнительно расслабляет мышцы. 5. Красное вино По мнению многих экспертов и диетологов, выпивая стакан красного вина каждый день, можно предотвратить болезни сердца. Как известно, красное вино обладает свойствами, которые помогают разжижать кровь и предотвращать закупорку артерий. Однако избыток алкоголя опасен для организма, поэтому нельзя превышать норму – один бокал вина в день. 6. Витамин Е Считается, что витамин Е снижает свертываемость крови несколькими различными способами. Эти эффекты зависят от количества витамина Е, который принимает человек. Людям, принимающим разжижающие кровь препараты, нельзя употреблять большие дозы витамина Е. Гораздо безопаснее получать витамин Е из продуктов. Наиболее богаты этим соединением миндаль, подсолнечное масло, семена подсолнечника, масло зародышей пшеницы и цельные зерна. 7. Лосось Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось, тунец и форель, являются одним из лучших продуктов для разжижения крови. Все это в основном благодаря тому, что омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень холестерина в нашем организме. Кроме того, они, как известно, уменьшают скорость свертывания в крови. 8. Диета для разжижения крови Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, пороки сердца, вы перенесли операцию на кровеносных сосудах или просто хотите позаботиться о профилактике тромбоза, врач может порекомендовать диету, полезную для сердца и крови. Она включает свежие фрукты и овощи, стопроцентное цельное зерно, растительные масла, нежирные молочные продукты и животные белки. Здоровая диета также ограничивает употребление продуктов с высоким содержанием жиров, холестерина и сахара. Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, очень важно ежедневно есть примерно одинаковое количество продуктов, содержащих витамин К. Избыток витамина К в вашем рационе может снизить эффективность кумодина. Зеленые овощи с высоким содержанием витамина К – салат, шпинат, брокколи – нужно ограничивать. Помимо натуральных продуктов и напитков, упомянутых выше, есть и другие – ананас, женьшинь, водоросли, оливковое масло, миндаль. Они также уменьшают свертываемость крови. Но и их нужно принимать в умеренных количествах. Что есть на завтрак? Здоровым завтраком для человека, который имеет тромбы в сосудах, должна быть каша, приготовленная на молоке низкой жирности. Добавление масла допустимо, но не более чем 5 грамм на порцию. Стоит исключить употребление жареных яиц вопреки традиционной яичнице на завтрак. Вместо черного чая нужно предпочитать зеленый. Входящие в состав зеленого чая компоненты способствуют ускорению метаболизма и улучшают обмен веществ. Утренний прием пищи не должен содержать много жира, необходимо создать акцент на белках и небольшой части углеводов. Что есть на обед? Обед – это основной прием пищи человека, который должен быть наполнен жирами, белками и углеводами. Обязательным условием для предотвращения тромбов должно быть употребление достаточного количества жидкости. Следовательно, одним из блюд ежедневно должен быть суп. Лучше, чтобы он был на нежирном бульоне. Важными веществами, разжижающими кровь, являются зеленые овощи и травы. Добавьте в свое меню салаты из зелени, капусты, огурца и болгарского перца. Заправлять такой салат следует льняным или кунжутным маслом. Так вы поможете своим сосудам и очистите их от вредного холестерина. При приготовлении блюд из мяса обратите внимание на курицу и красную рыбу. Белое мясо птицы не содержит большого количества жира и является диетическим. Содержание в красной рыбе омега-3 жирных кислот поможет снизить холестерин. Тем, у кого нет проблем со слизистой желудка, рекомендуется ежедневное употребление лука и чеснока в разумных количествах. Содержащийся в их составе кверцетин помогает обезвредить болезнетворные микроорганизмы и усиливает кровообращение, предотвращая застой. Сок чеснока содержит ахаин, который помогает успешно справляться с сердечно-сосудистыми патологиями. Можно ли пить алкоголь? Что касается алкоголя, то ученые доказали благотворное влияние на сосуды бокала красного вина. Ресвератол, который является активным веществом красного винограда, обладает разжижающим действием на тромбы. Для здоровых людей с чистыми сосудами можно принимать 50-100 мл красного сухого вина в день. Впрочем, и обычная вода оказывает достойное антикоагулянтное действие. Что есть на ужин? Исходя из сказанного, следует уточнить, что ужин должен состоять из белка и растительных волокон. Для этого подойдут крупы, макароны, белое мясо, тушеные овощи или любые овощные салаты. Любые фрукты будут полезны для сосудов, однако стоит проявить осторожность по отношению к яблокам и гранатам, ведь они содержат большое количество железа, способного повышать гемоглобин. Лицам, входящим в группу риска развития тромбоза, стоит изначально заботиться о своем питании. Необходимо дважды в год сдавать профилактические анализы, проявлять физическую активность и пить больше жидкости. О вредных привычках, конечно же, нужно забыть. В целом, специалисты рекомендуют не возлагать огромных надежд только на питание в случае, если вязкость вашей крови слишком повышена. При таких обстоятельствах необходимо пересмотреть режим питания и образ жизни одновременно. Ограничить острое, сладкое, жирное, выпечку, добавить в план ежедневных действий хотя бы получасовые прогулки. Уже через короткое время вы удивитесь тому, что ваше общее состояние покажет значительные улучшения. На этом закончим ролик. Если видео было полезным, прошу поделиться им с родными и близкими. Еще буду благодарен, если поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик. До новых встреч!